Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, 22 июня, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Начало уборки обрушило цены на зерно. Импортные запчасти могут освободить от таможенных сборов. Деньги от пошлин направят в селу. Все подробности далее в выпуске. Начнем выпуск с поздравлений аграриев Юга России, которые на прошлой неделе приступили к уборке. Обмолот азимового ячменя стартовал в Краснодарском и Ставропольском краях. На Кубани первые обкосы полей, если верить пресс-службе губернатора, позволяют говорить об очень высокой урожайности ячменя – 73,8 центнера с гектара. При этом в Павловском, Тихорецком, Василковском и Новокубанском районах эта цифра превысила 80 центнеров с гектара, говорит глава региона Вениамин Кондратьев. Ставропольский край убрал 20 тысяч гектаров азимового ячменя. Это всего 1% от уборочной площади. Средняя урожайность пока 33,5 центнера с гектара. Тем, кто уже в комбайнах, команда Агробук желает легкой и приятной уборки. Пусть бункер подтвердит, что усилия, которые вы прилагали в течение всего года, оправдываются. Тем более, что в этом сезоне на рентабельность могут рассчитывать только те, кому удалось получить высокую урожайность при относительно небольших затратах. Потому что цены, и тут мы переходим к грустной части этой новости, уже отреагировали на уборку снижением. По данным компании «Про зерно», цены на пшеницу 3-4 класса резко упали. В центре и Черноземье сразу на 800-900 рублей. Снижение заметно и в Поволжье, и на юге. Фуражная пшеница дешевеет еще быстрее, свыше 1000 рублей она потеряла. «Про зерно» отмечает также, что резко упали цены на ячмень. На юге России сразу на 1870 рублей за тонну. Теперь «Донна» стоит 14 350 рублей с НДС. В центре ячмень пока стоит на 1000 рублей дороже. Он подешевел всего на 635 рублей. Такое же падение в цене испытала и кукуруза в центре России. Но наибольшими темпами шло обрушение цен на горох, отмечают аналитики. В Поволжье – минус 4000 рублей, в Сибири – минус 2300 рублей. На юге и в Черноземье горох подешевел на 1800 рублей за тонну. Распродажа пшеницы, как выразился глава компании «Савэкон» Андрей Сизов, характерна и для мирового рынка. Сентябрьские и июльские контракты подешевели на 4%, сказал эксперт 21 июня. На ФОБе, по данным Национальной товарной биржи, цены на зерно остаются стабильными. Пшеница с протеином 12,5% стоит 404,4 доллара за тонну. Ячмень – 352,5 доллара за тонну. Кукуруза почти дошла до 313 долларов за тонну. Компания «Савэкон» на этой неделе удивила рынок новым прогнозом по сбору пшеницы – 89,2 миллиона тонн. Это на 2 миллиона тонн больше, чем предрекал в стране президент Владимир Путин. Прогноз изменен в первую очередь в связи с ростом прогнозной площади сева яровой пшеницы – сразу на полмиллиона гектаров. Кроме того, была повышена оценка урожайности культуры в связи с улучшением погодных условий в Поволжье и на Урале. И это повышение, говорится в иконе, компенсирует снижение прогноза по урожайности озимой пшеницы на юге России, где установилась жаркая погода. Андрей Сизов, впрочем, уточнил, что этот рекордный прогноз еще будет корректироваться, поскольку, во-первых, придут данные об урожайности с юга, а во-вторых, будут опубликованы официальные данные о площади сева – озимых культур. «Рынок часто ошибается относительно фактической площади», – объяснил Андрей Сизов. Мы, в свою очередь, добавим, что глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский две недели назад на Международном зерновом форуме в Геленджике сказал, что, по его личному мнению, Россия соберет только 82 миллиона тонн пшеницы. Аркадий Леонидович отметил, что есть факты приписок по площадям со стороны региональных органов власти, поэтому лично он не доверяет рекордным прогнозам. Злочевский также заверил, что реальный сбор зерна рынок обязательно почувствует в виде высоких цен. Так что мнений на рынке много, можете сами выбрать, кого из этих экспертов поддерживать. Участники Международного зернового раунда, который прошел в Геленджике, опубликовали на днях свое обращение к неограниченному кругу лиц. Это обращение содержит несколько предложений, которые могли бы улучшить положение сельхозпроизводителей в сложившихся условиях. В частности, Российский зерновой союз, как организатор встречи, предложил как минимум на 30% поднять базисные цены, которые используются для расчета пошлин. То есть цена отсечения для пшеницы должна быть увеличена с нынешних 200 долларов за тонну до 260 долларов за тонну, а на кукурузу и ячмень со 185 до 240 долларов за тонну. Такое изменение, считают в РЗС, могло бы компенсировать фактический рост затрат аграриев на выращивание зерна в новом сезоне. Повысить пошлину они предлагают с 1 июля. Повышение базисной цены было предложено в качестве оперативной меры по корректировке пошлины, а в дальнейшем, полагают в РЗС, государству следует вовсе отказаться от вывозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию и перейти на продажу экспортной продукции производителями на биржевых торгах с обязательством поставок соответствующего объема на внутренний рынок по регулируемым государством ценам. Нечто подобное предлагал год назад и Агропромсоюз Ростовской области. Руководители хозяйств говорили, мы готовы поставить какой-то объем зерна по низким ценам внутренним потребителям, но дайте нам возможность остальной объем продавать за границу по рыночной цене. К сожалению, эта идея не была реализована. Кстати, в том же письме Агропромсоюз и такую мысль проводил. Забирая доходы крестьян, государство оставляет село без помощи. Ведь именно сельхозпроизводители выступают главными меценатами в сельской местности. Они спонсируют благоустройство территорий, проводят какой-то экстренный ремонт коммунальной системы, финансируют школы, садики. Некоторые хозяйства даже строят жилье для своих работников. И все это делается, конечно, на доходы, полученные от продажи сельхозпродукции. Ну вот, на недавнем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин отметил, что без поддержки, даже в условиях пошлин, село остаться не должно. Цитата. «Люди, которые работают на селе, кормят страну, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительства выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим», отметил президент. Пока Российский зерновой союз просит ослабить пошлины, Масложировой союз России, напротив, требует их усилить. В этот раз для сои. Пошлину на экспорт соевых бобов Масложировой союз предлагает поднять до заградительного уровня. Это, по словам Михаила Мальцева, необходимо для защиты долгосрочных инвестиций в соепереработку и гарантии доступности сырья на местном рынке. Заградительные пошлины, полагают, в союзе могли бы стимулировать переработку в Амурской области, откуда более половины урожая сои сразу вывозится за рубеж. Такая ситуация следствие недостаточного уровня пошлины на сою, которая составляет 20%, считают в Масложировом союзе. Губернатор Амурской области Василий Орлов также выступил, и, собственно, с него все и началось, за увеличение пошлины. О чем он сказал главе Минсельхоза на Петербургском международном экономическом форуме. Правительство России может на полгода обнулить ввозные таможенные пошлины на сельхозтехнику и комплектующие к ней, рассказал в куларах Петербургского экономического форума замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Он отметил, что сегодня агропромышленному комплексу требуется 2,5 миллиона единиц запасных частей к сельхозтехнике, и ведомство ищет альтернативные маршруты поставок, а также просит обнулить пошлину на ввоз. Эту инициативу уже поддержал Минпромторг, сейчас она рассматривается на площадке Евразийского экономического союза. Разин также сообщил, что Росагролизинг поддержал рекомендацию Минсельхоза предоставить дилерским центрам сельхозтехники займы на 2,5 миллиарда рублей. На эти средства дилеры смогут закупить запчасти на ближайшее время. По иронии судьбы, теперь, когда культуры, еще не тронутые госрегулированием, можно пересчитать по пальцам, а маржинальность гектара стремительно падает, Минсельхоз зачем-то предлагает еще один законопроект, который позволит фермерам брать сельскохозяйственные земли без торгов. Согласно документу, который был внесен в Госдуму, малые формы хозяйствования могут взять в аренду земельные участки, принадлежащие государству, при этом не участвуя в аукционах и не соревнуясь с крупными хозяйствами. Но есть ряд важных нюансов. Во-первых, размер участка не должен превышать предельно допустимый в данном регионе размер. Во-вторых, арендовать участок можно лишь на 5 лет, и самое главное, такой участок предоставляется однократно. При этом пока непонятно, что делать со статьей 10 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которое вроде бы и раньше позволяло крестьянско-фермерским хозяйствам брать землю в аренду без торгов. Но при этом имело уточнение, если на один участок найдется больше одного претендента, то аукцион все-таки придется провести. В общем, мы будем следить за изменениями в законодательстве и публиковать их на сайте agrobook.ru. Если вы есть в Телеграме, подписывайтесь на наш канал и получайте новости каждый день. Это удобно и оперативно. Если вы не пользуетесь этим приложением, вы можете зарегистрироваться на сайте agrobook.ru и раз в неделю получать подборку самых интересных и эксклюзивных текстов. На этом наш выпуск завершен. Как всегда, благодарим вас за лайки, репосты, комментарии. И напоминаем, что вы также можете сделать донат, чтобы поддержать наш канал. Это просто, быстро. И любая даже символическая сумма имеет значение для нашей редакции. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!